Здравствуйте! Это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов и небольшой анонс о том, что сняли сегодня наши корреспонденты. Три человека госпитализированы сегодня после взрыва в Махачкале. Более подробно через минуту. ОНФ выбивает лекарства льготникам. Обращения о помощи рассматриваются все. Почему медикаменты нелегко достать, расскажут наши коллеги. Новые рабочие места и первая ярмарка вакансий. Федеральная розничная сеть «Магнит» появится скоро и в Дагестане. Об этом и остальном сегодня в выпуске. По 100 тысяч получат выпускники в Дагестане, набравшие 100 баллов на ЕГЭ. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на встрече с ними. Обладателями внушительной выплаты станут и призеры Всероссийских школьных олимпиад. По данным Минобра Дагестана, в этом году уже 49 человек сдали единый государственный экзамен на высший балл. Таких выпускников может быть больше, ведь еще неизвестны результаты всех экзаменов. Нам уже принято решение учредить для тех ребят, которые сегодня достигают высоких результатов, специальные премии. Прежде всего это те люди, которые своим трудом и талантом добиваются замечательных результатов и их наставников. Я думаю, что это не просто какая-то пиар-компания или некий ход. Я думаю, что это станет традицией и мотивацией для всех ребят, которые сегодня встают на порог новой жизни. Мощный взрыв произошел в Махачкале в доме по улице Карабудагова. Обрушились стена и крыша. Припаркованная рядом машина также попала под завалы. В результате инцидента пострадали три человека. Они госпитализированы. Предположительно, среди них есть пожилая женщина. В Махачкале полицейские задержали двоих подозреваемых в поджоге автомобиля. Мужчины пояснили, что совершили преступление из-за конфликта с владельцем транспортного средства. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанные признали вину и выразили готовность сотрудничать со следствием. Сейчас расскажите, за что вас в воде полиции доставили. Региональный ОНФ добился выделения лекарств гемодиализным больным из дагестанских огней. Ранее пять льготников обратились в организацию с просьбой оказать помощь. О том, чего не хватает в республике, чтобы обеспечить доступ пациентов к жизненно необходимой процедуре, расскажет Патимат Ханапова. Рамазан Ахмедов страдает почечной недостаточностью вот уже восемь лет. Лекарства для гемодиализных больных необходимо ежемесячно, но, по словам льготников, получают они их от случая к случаю. Выписано врачом, что нам положено, а этого нам не видать. В чем причина? Эти валят на тех, те валят на других. В итоге ничего нет. Таких, как Рамазан Ахмедов, в дагестанских огнях 10 человек. Из-за несвоевременной терапии у больных падает гемоглобин и ухудшается состояние. Купить самостоятельно дорогостоящие препараты люди не могут. Живут на одну пенсию по инвалидности. На эту пенсию я и препараты покупать должен, и еще как-то выживать, питаться. На мою пенсию не могу, к сожалению, этого позволить себе. Они все дорогостоящие препараты. С ними постоянно бывает такая задержка. Положенные бесплатные препараты больные не получают с марта текущего года. Но при этом ежемесячно за лекарства с пенсии занимаются 1300 рублей. Льготники неоднократно обращались в Министерство здравоохранения республики, но там сослались на процедуру закупки. Решить проблему удалось лишь после вмешательства ОНФ. Проблема до конца не решена. То есть, то, что сегодня они получили лекарства, они получили их в мае, это как бы такая вот успешная разовая акция. И я так думаю, что нам эту работу с Министерством надо будет продолжить и надо будет ее систематизировать. Эксперты говорят, проблема с лекарствами не единственная. Остро стоит вопрос о транспортировке больных из дагестанских огней до Дербента, где находится гемодиализм и центры. Патимат Ханнапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дагестанские огни. Администрация столицы продолжает работы по возвращению в собственность муниципалитета городских земель. Так накануне удалось вернуть участок по улице Магомед-Тагирова с площадью 400 квадратных метров. В ходе проверки установлено, что право собственности было зарегистрировано одним из жителей Махачкалы на основании подложных документов. Мэрия отмечает, что данный участок является территорией общего пользования. Такой статус не позволяет передавать землю в частную собственность. В Махачкале приостановили деятельность банкетного зала «Валос». Руководство заведения обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. Был выявлен факт проведения двух свадебных торжеств на двух этажах здания. О данном нарушении были предупреждены сотрудники правоохранительных органов и управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан. К слову, сотрудники профильных структур по поручению мэра Салмана Дадаева ежедневно проводят инспекционные выезды. В ходе встречи с представителями банкетных залов градоначальник подчеркнул, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается сложной и призвал руководителей ресторанов приостановить свою деятельность. Предприниматели предупредили, что коммерсанты, проигнорировавшие требования, будут привлечены к административной ответственности. Хотел бы обратиться к владельцам банкетных залов, чтобы они с пониманием отнеслись в сегодняшней ситуации, то, что в городе Магачкало на сегодняшний день очень сложная эпидемиологическая ситуация, очень большой рост заболеваемостей, в связи с чем хотел бы обратиться к их сознательности и также к гражданам города Магачкало, чтобы не допускали проведения торжественных мероприятий, как в банкетных залах, так же и в ресторанах. В Ленинкенте появится новый насос для подачи воды. Городская администрация совместно с ОАО «Магачкало-Водоканал» устраняет аварию на насосной станции. На замену вышедшему из строя приобретен новый гидроагрегат, который сейчас транспортируют из Санкт-Петербурга. В течение двух-трех суток он будет установлен и введен в эксплуатацию. Проконтролировать работы и встретиться с жителями поселка прибыли представители власти. До этого для жителей по поручению Салмана Дадаева был организован бесплатный подвоз питьевой воды и раздача бутилированной. Напомним, жители микрорайона номер 4 поселка Ленинкент испытывают перебои водоснабжений. Связано это было с неисправностью гидронасоса. Пока же надзорные органы призвали людей экономнее расходовать воду, пригодную непосредственно для питья. Надо перестать огороды поливать питьевой водой. Это же для питья вода, не для огорода уже. Сейчас газовать. Наша основная задача, что джематам в мечетях тоже надо объяснить, чтобы открытую воду не оставляли. Имамам мечети скажите, пожалуйста, в первую очередь, чтобы они в ночное время полива уменьшили, потому что вот эта проблема, пока это насосная проблема, пока это монтаж мы не закончим. Весь день отключенный тоже от дворовой обход организуйте, вашими силами, ваших тоже актуализируйте сюда, чтобы по поселку ходили и где открыты меры. Мы попросим главу Кировского, замы, курирующие здесь, они тоже попросим, чтобы администрация тоже уделила на это внимание. К другим темам. Федеральная розничная сеть «Магнит» появится и в Дагестане. Первые магазины откроются в Махачкале и Каспийске. Трудоустройство местных жителей идет полным кодом. В ближайшие пять лет розничная сеть планирует трудоустроить порядка двух тысяч дагестанцев. С этой целью в Дагестанском государственном университете сегодня прошла первая ярмарка вакансий. Подробнее в сюжете. Я соискатель вакансий в управляющем магазине. Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. Достойная заработная плата, карьерный рост и официальное трудоустройство. Руководство розничной сети «Магнит» предлагает соискательным ряд преимуществ. На работу в магазины принимает не только опытных сотрудников, но и тех, кто впервые решил трудоустроиться. Конечно, изначально пришла на вакансию кассира, а здесь меня убедили, что у нас все универсалы. Вот на продавцах хочу начать, влиться подальше. Надеюсь на карьерный рост. Ярмарку вакансий постили как взрослые соискатели, так и студенты. Каждый заполнил анкету и получил профессиональную консультацию специалистов. «Магнит» предлагает хорошее качественное обучение, предлагает карьерный рост. То есть человек, начавший свою трудовую деятельность с продавца, в течение полугода может вырасти до товароведа и дальше стать директором магазина и даже супервайзером. Мы предлагаем достойные заработные платы, то есть это от 23 тысяч за 15 рабочих дней, плюс официальное оформление, абсолютно белый доход. Это возможность выходить в оплачиваемый отпуск, оплачиваемый, в личный, в будущем пользоваться социальными льготами. На ярмарке вакансий участвовали представители власти. Они уверены, розничная сеть «Магнит» поможет снизить уровень безработицы. Надежды большие, потому что «Магнит» – большая сеть, и я думаю, что максимальное количество людей будут трудоустроены через центры занятости и через ярмарки вакансий. В июле «Магнит» откроют в Каспийске магазины форматов «Удома» и «Магнит Косметик», а в августе – в Махачкале. До конца года откроется порядка 20 магазинов в республике, а в ближайшие 5 лет – около 180. В Дербенте восстанавливают ворота Ортакапы. Отмечу, что они были частично разрушены после затяжных дождей в ноябре прошлого года. В настоящее время рабочая бригада разбирает завалы. Далее будет проведена разборка и воссоздание кладки стены и другие необходимые работы. Уточняется, что проезд через ворота временно приостановили. Разрешение на производство работ мы получили в конце июня, 26 числа. На сегодняшний день, как бы уже второй день, как разрешение мы получили, работает порядка 4-5 человек. Что-то мы везем с Москвы, что-то с Питера. Поэтому пока усиливать народ, увеличивать народ нет. В Махачкале дан старт новому сезону фестиваля Лига школьных видов спорта. Муниципальный этап турниров по футболу и баскетболу проходит на базе средних школ 59 и 12. Соревнования проводятся под эгидой проекта «Детский спорт». Тему продолжит Курбан Рагимов. Контроль мяча, точечные пасы и вывод форварда на ударную позицию. К матчу с более рослыми соперниками футболисты команды в синей форме подошли с умом. Играют в короткий пас, избегают силовых единоборств. Как итог, победа с преимуществом в два мяча. Они жестко играют просто, но мы в пас стараемся побыстрее играть. И так они нас не могут забрать в наш мяч. Закончился первый тайм. Мы как только забили, уже начали контролировать игру. В пас играть, хорошо разыгрывать начали. И у нас все получается. Футбольный турнир в рамках фестиваля Лиги школьных видов спорта собрал 12 команд на поле дети 2007-2009 годов рождения. Играют не только столичные коллективы. Также приехали футболисты со всех близлежащих поселков города. Для ребят участие в турнире – это возможность заявить о себе и попасть в специализированную спортшколу. Сделано, чтобы дети отдохнули. Летом получили заряд бодрости. Мы приобщили их к здоровому образу жизни. Но мы стараемся, радуемся, когда дети собираются, что-то проводят. Ребята будут играть, начиная с Шамхала, заканчивая Хушетом. Все поселки принимают участие. И отбор проводят квалифицированные тренера, спортивные школы смотрят. Из них, конечно, в школу будут отбирать достойных ребят. Аналогичные соревнования стартовали также и по баскетболу. Игры среди мальчиков и девочек проходят в олимпийской дисциплине 3 на 3. Всего 9 команд участниц. Их разделили на две группы. Лучшие встретятся в финале. Вы знаете, честно говоря, вот этот вид 3 на 3, он очень помогает большому баскетболу. 3 на 3 там быстрая игра, резкая видение площадки, пасы. Поэтому физически все думают 3 на 3 и ему легче. Абсолютно нет. Очень сомневаются люди. Поэтому я вам говорю, потому что этот вид очень превосходный. Физические данные нужны. Победители городского турнира помимо кубков, медалей и других ценных призов получат право представлять Махачкалу на региональном уровне. В случае победы чемпионов ждет главный всероссийский этап фестиваля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, что мы хотели вам рассказать к этому часу. Оставайтесь с ННТ, смотрите нас на сайте nnttv.ru и в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова